Всем привет! С вами сегодня снова Макс и мы в проекте Digital Combat Simulator DCS и мы находимся в самолете F-14B. Сразу скажу, что видео не для профессионалов конкретного самолета или не для тех, которые уже давно летают на нем, а для тех, может быть, кто еще хотел бы приобрести этот самолет, но все еще сомневается, ну или в силу ряда причин ждет максимальную скидку на распродажу и все еще не купил. Ну, к слову сказать, я один из вас, я до очень долгое время сидел без этого самолета, ну, я как-то обжегся на F-16, то есть мне его очень хотелось, нравился с детства этот аэроплан, однодвигательный, маневренный, все вот это вот мне в нем нравилось, даже моделька была данного лайнера, но когда купил его, данного истребителя, когда я купил его, ну, как-то 20 минут полетал и оказалось, что выброшенные деньги больше даже не включал, ну, в силу ряда причин, это, может быть, отдельный разговор. Вот, и я переживал, что, несмотря на отличные отзывы об F-14, вдруг мне он тоже не зайдет, ну, по каким-нибудь там причинам моим чисто субъективным, да. Я очень рад, что DCS, они делали эту stay-at-home распродажу, все еще делают, и в определенные даты можно было попробовать бесплатно этот самолет. Вот, мне кажется, вообще это очень классная тема, то есть вообще любой модуль, когда он выходит, бам, попробуйте, ребята, там, я не знаю, 2 часа бесплатно или час бесплатно, 15 минут, сколько угодно. Ты хотя бы зайдешь, посмотришь, заинтригуешься и приобретешь его тут же, или, ну, как бы не будет такого разочарования, что ты его, ну, приобрел, и вот оказалось, это не то, что ты думал совсем. Значит, чем этот самолет мне интересен и почему мне его захотелось? Ну, во-первых, погружение, да, то есть я в симуляторы играю в гарнитуре виртуальной реальности, в частности HP Reverb, разрешение 260 на 260 на каждый глаз, и поэтому, в принципе, все читается, любая надпись в кабине. Так вот, значит, погружение здесь, ну, не знаю, максимальное, то, как покрашена каждая деталь, вот эти вот паутинка на плексе, когда я смотрю на солнышко, каждый винтик, ну, я не знаю, каждый тумблер, как потерлась надпись, как он щелкает, все настолько аутентично, что ты с первой секунды понимаешь, что ты сидишь в самолете. Да, к слову сказать, когда читаешь об этом самолете на сайте DCS в магазине, когда тебе предлагают его купить, и там говорят, что вот применена новая технология, 3D сканирование кабины, и вот поэтому все очень круто. И от себя хотел бы добавить, мало в каких самолетах, когда ты в VR садишься в кабину, ты чувствуешь, что оно как бы соразмерно, то есть, если ты сидишь на стуле, и ты руку кладешь, то у тебя рука прям ложится на ручку, и при этом ты видишь, что расстояние до педали, оно адекватное, как ты, ну, как ты чувствуешь, как ты бы чувствовал свое тело, находясь там. То есть, продолжение тела, пол, где надо находится, педали, ну, то есть, она действительно очень точно воссоздана, ну, как мне кажется, в 3D. В настоящем F-14 я, конечно, не сидел, но вот по ощущениям, как в виртуальном, в шлеме VR, да, ты находишься здесь, ты чувствуешь себя, ну, как бы, на 100% здесь. Значит, чем интересен этот самолет? Ну, во-первых, поскольку я люблю такие аналоговые штуки, он достаточно аналоговый, при этом у него есть все системы вооружения, у него есть куча всего, даже я не подозревал, ну, в общем, ладно, это отдельный разговор, но, в общем, что мне здесь нравится? Я могу управлять кучей всего, контролировать работу механизации, интересная, сложнейшая механизация. По сути, ты приобретаешь этот самолет, как несколько самолетов. Ну, во-первых, вот у меня здесь индикатор положения, да, то есть, режим автоматический сейчас изменяет стреловидности крыла, я могу его перевести в manual, да, вручной и буду управлять за датчиком вот этого. Вот сейчас я буду отклонять и белая полоска, она смещается, когда крылья переставляются в тот же момент на задатчик, да, а беленький треугольник это то, как считает автоматика, куда сейчас нужно перенести по определенному графику, по скоростям. Там ограничение 20, полностью разложенное крыло до 0.4 маха, 25 до 0.7 и так далее. А я могу им полностью управлять, вот на внешнем виде, то есть, несмотря, то есть, могу его позволить в автоматическом режиме, зачастую так это и происходит. Но, как-то я видел на авиашоу, очень круто можно пролететь и прям сложить крылья, а потом разложить. Это очень, это очень-очень интересно, да, то есть, можно оставить любой из режимов. И что это дает? Это дает не только интересные возможности испытать самолет на разных режимах в полете, но это можно выполнить посадку полностью сложным крылом. По сути, у вас как бы сразу несколько самолетов с разной стреловидностью крыла, соответственно, с разными летными характеристиками, с разными штопорными характеристиками. И это очень круто. Плюс самолет это не такой, ну, не знаю, как, например, F-18. F-18 у меня тоже есть, хоть и он не прям совсем такой EDSU-шный, как Fly-by-Wine, да, как F-16, но он в какой-то мере аналоговый. Но автотрим, да, вот это все, оно все равно делает его Airbus, и он как бы по-своему интересен, но он дает такое вот ощущение, когда в F-18 находишься, что ты можешь делать, что хочешь, это компьютерная игра. В F-14, не знаю, у меня такого нет. Я чувствую себя в самолете, может быть, напоминают эти аналоговые приборы и прочее, прочее. Ладно, полетели, буду в полете рассказывать. К сожалению, не знаю, почему-то, если записывать, записывать файл и потом ради внешних видов проигрывать его и записывать уже с экрана то, что было записано, так не получается, потому что некорректно проигрываются файлы конкретно этого F-14. О, давайте-ка я вам кое-что покажу. Значит, Noseville Steering включим и будем, допустим, развернемся сейчас на месте. Ну, как отрабатывают сопла, все это очень здорово. Поедем вправо. Включил я Noseville Steering, да, или нет? Сейчас одну секундочку зайдем в кабину. Noseville Steering Engage. Загорелась лампочка желтенькая вот здесь. Значит, что я хотел показать. Не знаю, будет ли видно во время руления. Будет ли видно во время руления. Да, видно, наверное, да, немножко консоли крыла подрагивают, да, но это интересно. Вот, видно, да, консоль крыла качается. То есть это на всех режимах видно, как самолет на перегрузке крыло изгибается, когда по неровности им едем, когда он трясется на больших углах атаки. Консоль крыла отрабатывает. То есть физически внешне, ну, так скажем, внешняя модель, да, которая нас интересует, ну, то, что мы видим глазами, да, как я вижу самолет в кабине и как я вижу его снаружи, он, ну, не знаю, оставляет самые-самые-самые лучшие впечатления, да, то есть, ну, вот она, законцовка у нас такая вот покачивается. И, ну, не знаю, даже с внешней стороны смотришь на него, и ты веришь, что это настоящий самолет. Вот. Вернемся, значит, в кабину. Еще один из моментов, который меня смущал, прежде чем я приобрел данный модуль, это, например, это, например, вот этот вот Head-Up дисплей. Я понимал, что он очень старенький, аналоговый, и, ну, как-то понятно, что он работает, соответственно, с запозданием. То есть он работает так, как будто у него очень низкий FPS, да. Ну, самое, что крутое, что это, как бы, не та штука, без которой ты не можешь обойтись, как, например, в F-18, где у тебя абсолютно вся информация нужная там, и маленькие вот эти Attitude Indicator, да, и VSI, да, вертикальная скорость, они только в виде стендбая присутствуют где-то у тебя на коленках, ну, грубо говоря, да, и ты не можешь, и ты не можешь без этого летать, да. Здесь это просто, как бы, дополнительная опция, бам, отключаем Head-Up дисплей, HUD, и вот у нас обычный самолет, аналоговый. Ну, мы его попробуем и так, и эдак, да. Поехали потихонечку. Значит, интересный момент. Здесь вот есть несколько режимов. Ой, не знаю, как обо всем рассказать. Так, попробую по-коротенькому. Куча есть видео в интернете, где вас научат на нем летать. Значит, на что стоит обратить внимание. Я, когда начал взлетать первый раз, я чуть-чуть не испугался, что же у меня тут происходит со скоростью. Очень интересный указатель скорости. По внешней шкале первая его часть отсчитывает нам Indicated Speed, да, то есть приборную скорость до 200 узлов. Затем вот эта вот внутренняя шкала появляется, и здесь мы видим приборную скорость, соответственно, в узлах дальше. А внешняя шкала у нас отображает, соответственно, у нас есть и вот эта стрелочка, и вот эта. Ну, сейчас вы его видите в полете, которая отображает скорость по маху, да. Скорость по маху, она, ну, на всех самолетах с большими скоростями нужна, потому как, понимаете, когда мы будем переходить на всякие режимы и, соответственно, менять крыло. Крыло меняется только по скорости маха. Ну, как правило, в принципе, основные ограничения и необходимость, собственно, в стреловидном крыле возникла из-за того, как сдвигаются скачки уплотнения и как вообще изменяется обтекание крыла и стабилизаторов на переходных и сверхзвуковых скоростях. В общем, то есть, собственно, график складывания крыла, он в первую очередь зависит от скорости по маху. Значит, вот у нас есть механизация, да, вот есть индикация механизации. Сейчас я с внешнего вида покажу, да, то есть, вот я отклоняю ручку, вот она ручка, да, и вот она отклоняется механизация. Значит, с внешнего стороны у нас есть вот эти вот закрылки. Как только они немножко отклонены, внутренняя часть закрылка отклоняется только лишь на один угол и фиксировано в нем находится, пока я не поставлю ручку полностью наобрана, да, и тогда они уходят. Значит, чуть-чуть их выпустить, они сразу переходят в положение выпущено. Вот эта внешняя вся часть двухсекционная, она загибается по профилю крыла и тем самым еще выпускаются предкрылки. Это же все очень супер. Ребят, если вы любите летать на самолетах, как люблю это делать я, то вам такой самолет просто необходим. Потому что вы тут полностью управляете всем. Это не полностью компьютерная, скажем, бездушная штука. Это та штука, где вы всем этим управляете. То есть можно ее, конечно, управлять, оставить в автоматическом режиме, тогда в диапазоне, по-моему, до 7 градусов, без внутренних вот этих закрылков. То есть вот эти внешние две секции и предкрылки, когда самолет выходит на большие углы атаки, они отрабатывают, помогая удерживать пограничный слой и улучшая маневренные характеристики самолета на больших углах. Ну, как-то так. Будем взлетать в положение примерно следующем. Это порядка 10 градусов закрылки. И, соответственно, внутренняя секция выпущена полностью. Вот так это выглядит у меня на приборе. Здесь у нас указатель Speed Breaker. Они сейчас сложены. Значит, я поставил крыло уже в автоматический режим. Управляется крыло вот этой вот хаткой на внутреннем руде, на втором двигателе, на правом двигателе. Соответственно, если и вперед, я в ручном режиме меняю на раскладывание крыло. Назад вручную. А, не могу сейчас поменять, потому что у меня выпущены закрылки. Вот как. Значит, указатель топлива 10500 в фунтах. Это нормально. Ну как, если пользоваться форсажем, то не очень. В общем, поехали. Сейчас еще у нас есть автоматика такая, называется Anti-Skid ABS и Spoiler Breaks. Значит, мы можем использовать только Spoiler Breaks. Тогда, когда у нас обжаты колеса и газ прибран, у нас появляются спойлеры. Они разложены наверху. Сразу же это обеспечивает очень хорошее торможение, да, прижимает нас к полосе и обеспечивает очень хорошее торможение. Стоит мне добавить газ больше, чем idle, они складываются автоматически. Вот. То есть, но, значит, на рулении, ну, можно спойлеры использовать, но не рекомендуется использовать ABS, потому что менее 10 узлов она все равно не работает. И более того, если у нее там какой-то self-test не пройдет на этой скорости, она там будет включаться в работу, она может, в общем, не дать вовремя затормозить и можно въехать в кого-нибудь, да. То есть, рекомендуется при рулении выключать, а там, если мы не на авианосце, то перед посадкой или на взлете включить ее в болт. То есть, у нас сейчас антискид и ABS и спойлеры включены. То есть, как мы добавим газ, у нас сразу спойлеры уйдут. Вот это нормальное положение. Вот, видите, я же говорил, тут столько всего интересного, но просто играть не переиграть, да, там... Ой, супер! Вот это все индикации, как у нас отображается на внешне. То есть, я складываю спойлеры, раз ушли вниз, раз вверх. Это у нас два... Два горизонт... Ну, как это? Цельноповоротное горизонтальное оперение, но они очень интересным образом работают, да. Когда мы работаем по крену, ну, ничего удивительного, они дифференциально отклоняются, но при этом у нас нету такого понятия, как элероны на этом самолете. То есть, к дифференциальному отклонению руля-высоты, рулей-высоты применяется спойлер, соответственно, на того крыла, которому нужно идти вниз. Поехали! Уже много и скучно рассказываю. Поехали чуть-чуть. Будем взлетать без форсажей. 100 примерно. Вот я смотрел, пытался записать для вас до этого уже видео про этот самолет и... Breaks. Почему breaks? А, вот ушло. Значит, сейчас будем выдерживать центр-лайн. Как говорится, соси, не уходи. Вот что. Так, скорость 120 узлов. Примерно будем поднимать колесико, бежать на двух и отрываемся, да. Колеса убираем. Шасси для профессионалов. Значит, и продолжаем. Я вот люблю такой high-performance take-off, да. И убираем закрылки. Кстати говоря, маневренное положение. Сейчас вот он отработал. Автоматически задняя кромка осталась отклонена. Это потому, что мы находимся на больших углах. Если я сейчас отдам ручку от себя, видно, что она раз и поправилась на уборку, да. Значит, вот у нас индикатор угла атаки. Он находится... Обозначение имеет в units. Честно говоря, не очень разобрался, как это работает. То есть, либо это ошибка в мануале, который в игре, потому что... Сейчас расскажу, почему. Или это просто отдельная тема. Не буду даже об этом разговаривать сейчас. Кстати говоря, вот это, как я говорил, здесь все может быть мануально, да. Все вручную. Вот это вот колесико на Руси, да. Я его назначил на хатку. В этом же месте у меня находится. Я могу им управлять режимом вот этих боевых закрылков. То есть, я могу принудительно... Вот сейчас, например, я свел самолет с углов атаки. Но я хочу быть подготовленным или, не знаю, для какой-то причины. Это так называемый DLC, Direct Lift Control, да. То есть, я могу, например, как-то улучшить свою подъемную силу, да. Что я для этого сделаю? Я вот этой хаткой отклоню. И вот я управляю этими закрылками сам вручную. Но при этом, соответственно, автоматика тоже работает. Вот как это... С внешнего вида. Сейчас мы чуть-чуть добавим скорость. Вот так. И вот это работает вот так. Ой, не то. Извините. Это я. Это триммер стабилизатора. То есть, ну, вернее, ЦПГО. Вот она загибается. Вот это боевой режим до 7 градусов, по-моему. По-моему, он работает до скорости 1 мах или около того. Потом перестает работать. Так, чтобы не заблудиться, включим-ка себе токан. Посадочный курс у нас там был, по-моему, 0.30. Так, примерно, что представлять. Мы взлетали 0.25, что-то в этом роде. Вот, и у нас сейчас он настроен на тот аэродром, канал аэродрома, из которого мы взлетели. Так вот, самое интересное, это учиться управлять этим самолетом, да. Он, кстати говоря, имеет очень низкое сопротивление. И он уже у меня разогнался 350 узлов, хотя я прибирал режимы, да. Значит, соответственно, крыло ушло, поскольку с 20 градусов на 25, потому что это больше 0.4 маха. Мы летим, вот, кстати, по внешней шкале мы летим 5,6 маха, что соответствует 320 узлам приборной скорости. И вот у нас сейчас крыло командует ему, сейчас скорость падает, и, соответственно, потихонечку автоматика позволяет ему сдвигаться в сторону 20. Ну, еще как бы рано, да. И, соответственно, добавляя газ, мы увидим, что крыло начнет самостоятельно складываться. Ну, ладно, это не так интересно. Другой интересный момент, когда мы летаем без хат, и у нас здесь нет вертикальной скорости прямо перед нами. Ну, кстати говоря, мы ее можем вызвать, да, если мы включим хат, и мы сейчас находимся в режиме take-off. Здесь она присутствует. Видно, да, насколько дерганый сам по себе хат. Вот это, кстати, такая торчит штука. Это камера, которая записывает, ну, не знаю, для анализа боя или еще чего-то, ту информацию, которая выводится на стекло. Илз по-нашему, да, индикация в лобовом стекле. Значит, вот у нас вертикальная скорость, да, вот здесь она, вот здесь. Но если мы ставим, например, в круиз, да, или круиз по-нашему, да, то есть, соответственно, она пропадает. У меня здесь вертикальная стрелочка, это потому что я настроил токан, чтобы он нас был, выдавал нам steering command. То есть, соответственно, в зависимости от скорости, вот у меня 380 узлов, то есть мы не можем судить. У нас нет вектора скорости, который бы нам обозначал, где нам держать нос, какой там тангаж держать. То есть мы, по сути, на каком-нибудь EF-18 мы не будем смотреть, или там на наших современных самолетах, да, мы не будем смотреть на положение тангажа. Ну, нас это интересует, поскольку у нас будет индикация EOE интересовать angle of attack. И вектор скорости будет, допустим, если мы летим в горизонте, мы сейчас нет, то он будет, вот, допустим, это мой вектор скорости, он будет ровно на линии горизонта. Вот. А в этом случае интересно тренировать себя именно летать вот так. Значит, нос у этого самолета, если посмотреть с внешней стороны, если посмотреть с внешней стороны, сейчас я, значит, с внешней стороны самолет как бы такой изогнутый, да, пополам. То есть у меня двигатель как бы направленный соплами вниз, а кабина, перелом, да, идет вниз, да, для чего? Вот, для того, чтобы нам нужно не просто там приземляться, как на МиГ-21, на какую-то необозримую длинную полосу, а нам необходимо приземляться на авианосец. Поэтому мы должны точно видеть то место, куда мы рассчитываем приземление. И при этом мы идем на достаточно приличных углах атаки. Не знаю, сколько это в градусах, потому что здесь AOA, индикатор в юницах, да, в единицах. И эти единицы имеют очень странное значение, да, сейчас я поясню. То есть как бы, как написано в мануале, они соответствуют положению датчика угла атаки от минус 10 до плюс 40 градусов. Мне кажется, это ошибочно, но, тем не менее, так написано в мануале. Значит, я пересчитал пропорцию в градусы, и вот в этой вот пропорции не получается, в общем, то, что я вижу, переводить правильные градусы, да. То есть как я сравниваю? Я сравниваю это вот на виде F2, а в VR его нету, да, на внешней картинке F2, когда на мониторе, там видно обозначение пич, видно обозначение углов атаки. Кстати говоря, видите, как я неровно летаю, да, это потому что вот я все еще учусь. Вот то положение для разной скорости нам надо примерно представлять, где находится положение видимой части горизонта. А, так, кстати, вот я начал говорить про нос. Нос у нас смотрит вниз, чтобы обеспечивать нам на посадке, на больших углах захода, чтобы мы легко визировали то место, собственно, куда мы приземляемся. И из-за этого мы летим, ну, не знаю, как на дельтаплане или на самолетике таком, вот я летом маленьком, авиатика, МАИ-809, да, то есть он очень забавный тем, что нет как такового капота. И ты сидишь просто в воздухе, и у тебя вот линия горизонта, ты ее визируешь просто так. Ну, мне непривычно, потому что я больше, я как бы не дельталетчик и не особо, и совсем не планерист, я больше самолетчик. Вот, поэтому для меня это не привычно, и поэтому вот здесь это тоже такая интересная штука, которой надо, которой интересно научиться, да. Соответственно, в разных режимах полета это тоже требует привычки и, ну, в общем, как-то тренировки, да. Вот я примерно сейчас удерживаю, да, на этой скорости. Вариометр почти в нуле. Так, это вот я ничего интересного не рассказал пока. Значит, изменяемая, изменяемая стреловидность, изменяемая стреловидность крыла. О ней сейчас мы поговорим. Почему я много всего столько болтаю, и, может быть, даже не в кассу, вот, но я просто делюсь своими впечатлениями, впечатлениями о том, как это выглядит. Как вот это вот стекло вклеено вот в эту обечайку. Ну, то есть, все настолько натурально. Все системы, как реализованы, мне очень нравится. Я прочитал мануал, как работают, ну, не знаю, вот здесь такие зачатки DSU, да, fly-by-wire. Ну, например, отключу stability augmentation, да, дополнение стабильности системы. Вот в канале Рыске не отключил. По сути, это обычный йод демпер, да, то есть я сейчас мастер-кошен, у меня срабал. Я качнул его педали и получил самолет, выполняет у меня Dutch Roll, да. Dutch Roll – это такая датская, ну, как датский крен, датская восьмерка. Она заключается в том, что если у нас какое-то возмущающее управление, которое создает скольжение, возникло, соответственно, скольжение перетекает в крен, и туда-сюда это все происходит. По сути, включив йод демпер, это очень легко наблюдать на современных самолетах, поэтому, скажем, на тех же Boeing и Airbus, даже на Boeing, да, есть два йод демпера, которые, в общем-то, они всегда включены по умолчанию, да, то есть, конечно, можно отключить, но это будет явно некомфортно для пассажиров, особенно когда болтанка, то есть, когда есть возмущающие положения и длиннофюзеляжные штуки раскачиваются, ой-ой-ой. А F-14, кстати говоря, самолет-то очень крупный, крупный, вот можно видеть, мы два тут джентльмена сидим, да, и еще самое главное, я до сих пор пока еще не научился пользоваться вооружением, пока тут вот летаю, катаюсь, но это не так и обязательно, потому что у меня есть чувак, который там любит иногда отмочить словечко, вон он сзади сидит, и, собственно, он, сейчас мы заглянем в заднюю кабину, сейчас я научусь это делать, вот, у него здесь все, собственно, есть, и он, по сути, а, кто-то сейчас управляет вместо меня самолетом, то есть, он управляет всем вооружением, радарами, настраивает мне частоты, я могу попросить его настроить частоту, вот в задней кабине у него так вот все визируется, обзор, конечно, шикарненький, и все видно там, как я пытаюсь корячиться, вот, там у меня автотяга работает, как, забавно, ладно, пойдем вперед, так, дал кому-то порулить, так вот, что интересного в этом самолете, как он себя ведет на углах атаки, да, давайте посмотрим, я пробовал на внешнем виде, это, к сожалению, не передается так, как VR, но при достижении 14 единиц по указателю углов атаки, возникает такая мелкая вибрация, у меня сейчас она очень видна, вам нет, если я продолжаю тянуть и увеличиваю углы, не знаю, там, до 20 единиц и выше, у меня такая вибрация здесь сейчас в кабине, что у меня, в принципе, глаза на приборы не попадают, то есть, причем это сделано так, что я чувствую себя нормально, то есть, потому что в VR это не создает такого, что весь мир дрожит, да, я вижу, что именно кабина сотрясается мелкой дрожью, и вот это, как, в принципе, в настоящем самолете, когда идет такая вот вибрация или какая-то жесткая болтанка, и ты реально не видишь, не можешь сфокусироваться на стрелке, она просто прыгает и выходит из фокуса, очень тяжело следить за приборами, да, как же ведет себя самолет с точки зрения устойчивости? Да, на нем опасен, как бы, плоский штопор, но чтобы туда его загнать, это надо очень постараться, хотя виртуальным пилотам это сделать не очень сложно, потому что они тянут во все стороны, и, в общем-то, смотря куда-нибудь мышкой туда, или трекером, и, в общем, заводит себя в такие очень сложные режимы, вот. Я покажу, что просто так он, например, не просто прошутирует самолет, не срывается. Кстати говоря, здесь прикольная штука есть, asymmetrical thrust control, да, то есть, если левый обеспечивает, в общем, не поджиг одного из форсажей, если, соответственно, второй двигатель не вышел, ну, ему можно принудительно отключить вот этим вот Asymmetric thrust limiter, вот, вот так он называется. Немножко поднабрали высоты, сейчас еще поднаберем, давайте уж дадим форсажи, попробуем, как это. Он сразу, сразу такой мощный скачок, во-первых, звук очень меняется, то есть на F-18 звук почти не меняется, самолет как летел, так и летит. Здесь, не знаю, прямо в кабине слышно, насколько меняется звук, и вот мы, ну, допустим, 15 тысяч футов, 16-18, как-то так вот погасим, приберем режимчик, значит, как ведет себя самолет на, в общем, на больших углах атаки, без газа, то есть газ у нас сейчас прибран, и просто задерем ручку на себя, что есть силы, значит, вот она пошла, эта мелкая дрожь, вот он трясется изо всех сил, я продолжаю тянуть. Здесь у меня кабина уже так прыгает, что я не знаю, да, наверное, человек сзади сейчас захочет выйти. Вот, продолжая тянуть, что происходит, самолет просто прошутирует с вертикальной уже под 5 тысяч футов, вот как это выглядит с внешней стороны, но при этом делает достаточно устойчиво. Ну, вся вот эта механизация крыла, она позволяет ему оставаться, ну, если в неуправляемом полете, то я могу всегда приотпустить ручку, улучшить обтекание и, соответственно, позволить ему сойти с углов и управлять им достаточно просто. Вот, и в VR очень хорошо видно, когда ты переходишь на эти режимы, то есть, когда ты переходишь на эти режимы, то есть сразу же возникает вот вибрация, которую ты видишь, ну, очень отчетливо, и ты сразу понимаешь, даже не наблюдая за этой полоской AOA, angle of attack, да, ты понимаешь, что ты уже на больших углах, вот как-то так. Было бы очень здорово иметь какой-нибудь классный force feedback joystick, который до сих пор нам никто не сделает, и вот полетать бы на нем, да. Значит, мы же всегда можем с вами, мы обратили внимание, да, по указателю скорости, скорость сваливания у нас где-то была порядка 100, может быть, 10, ну, мы начали прошитировать уже 115, да. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас в ручном режиме поменяем стреловидность крыла до полностью сложного, это 68, я чувствую уже, ну, то есть, здесь есть автоматическое, почему-то 50 только, не знаю почему, а, я знаю почему, так, сейчас мы вот это сделаем, и тогда мы, наверное, сможем, да, вот теперь мы 68, мы убрали маневрабл флэпс, и вот у нас стреловидный самолет, который вот так вот выглядит, и, в принципе, падает тоже устойчиво, то есть, рулем направления я играю, но вот такая вот штука падает вниз, да, вот давайте, сейчас мы попробуем, соответственно, больше у нас просадка высоты, по сути, что получается, на тех же самых углах атаки мы уже, мы имеем меньшую подъемную силу, поэтому это требует, поэтому изменение траектории получается большим радиусом, и вот это вот все у нас такая вот канитель получается, вот, кстати, наш аэродром, мы над ним тут корячимся, вот, и попробуем вот еще вот, соответственно, у нас нет маневрабл флэпс, ничего нет, вот мы стабилизировались, сейчас положим примерно так капот на горизонт, чтобы мы летели в горизонтальном полете, и будем, вот я тренирую на себя, вот пошла трясочка, 160 узлов, он уже весь дрожит, вот прикольно выполнять посадку, например, на полностью сложном крыле, сколько у нас, 7-800 топлива, да, вот он дрожит, дрожит, 130 уже за критические углы, все, ниже он просто парашютирует, пошла вертикальная, 1000 футов и так далее, вот так это с внешней стороны. Значит, особенности этого самолета, как раз-таки из-за того, что у него система управления, поставим крыло в автомат, оп, автоматически пошло раскладываться, значит, особенности этого самолета, из-за того, что у него отсутствуют элероны на больших углах атаки, ну, в принципе, и с элеронами они тоже немножко хуже начинают работать, да, потому что в затенение попадают, ну, если они, конечно, не зависающие, ну, в общем, особенность, вот как с внешнего вида выглядит бочка, сейчас она, конечно, будет не очень ровная, потому что мы ее будем делать с внешнего вида, вот как это будет выглядеть, так, как у нас работают органы управления, значит, дифференциально отклоняются ружи высоты и спойлер с правой стороны в этом случае, и, соответственно, в этом слева, да, влево, то есть, и немножко задняя кромка, почему отклоняется, да, это вот эти наши maneuverable flaps, но они отклоняются вместе, нет такого, чтобы один отклонялся, а другой нет, то есть, они отклоняются вместе, ох, ребят, сейчас укачал я там, ну, в общем, ладно, вот так, вот так это примерно выглядит, и когда, получается, на больших углах атаки, спойлер, который находится вверху, он находится в затенении, поэтому маневрировать по элеронам в канале крена, так скажем, да, нужно рулем направления, это происходит, когда AOA выше 15, скажем так, углов, 15 units, да, единиц углов атаки, вот сейчас, вот у него начнется такой win-rocketing, да, то есть, это покачивание крыльями, он пытается сорваться то на одну, то на другую законцовку, и я, что я делаю, я управляю, сейчас немножко сведу его с углов, не успел выйти на режимы форсажа, да, я управляю его, подправляю его педалями, то есть, если я хочу убрать крен, то я вот так вот, да, и при этом тяну, я даю левую педаль. Ну, оптимальнее здесь задать управляющее воздействие полероном, ну, то есть, в канале крена, и вместе, может быть, с педалями, и потом продолжить тянуть, то есть, на время свести его, вот на момент, грубо говоря, на момент вращения, вот мы преследуем кого-то, и вот нам надо переложить, чуть-чуть приотпустить, выполнить крен и опять тянуть на себя, то есть, вот это вот интересный момент, вот, а, да, кстати говоря, сколько тут топлива, мы можем еще пользоваться форсажом, да, давайте поедем вверх, попробуем, как он выполняет штопор. Мы видели, что если просто без газа его срывать, в общем-то, штопора как такового мы не видим, да, сделаем такую хорошую вертикальку, ну, не вертикальку не будем, мы тогда потом потеряем высоту. Значит, он практически не срывается, очень устойчиво парашютирует, без каких-либо проблем, поэтому для того, чтобы нам его раскрутить в хорошенький такой штопор, мы его сорвем на скорости, чтобы управляющее воздействие еще на рулях было достаточно сильное, и тем самым вело его в какое-то, придало ему какое-то первоначальное вращение, да, то есть, ну, по сути, что такое штопор, да, это авторотация из-за того, что срыв происходит на одном из полукрыльев, и, соответственно, ну, и самолет как бы в заносе, то есть одно полукрыло всегда имеет большую подъемную силу, чем другое. Вот попробуем так вот, да, вот скорость 200 узлов, допустим, куда? Влево, ну, поехали влево, тогда мы что сделаем? Мы его немножко дадим левую ногу, подорвем вот так вот резко, не знаю, газ пойдет он так? Ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Нет, маловато было скорости у нас, да, он все равно вернулся к нейтральному положению, сейчас мы его немножко подразгоним, и попробуем на больших углах оставить чуть-чуть на газу, и скорость чуть побольше. Сколько он, ну, сам тяганули перегрузку, ну, пять, это еще не сильно. Летчики крепкие здесь, да, у них же и противоперегрузочные костюмы есть. Вот, поехали, вот, допустим. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Не знаю, пойдет он, нет? Я ему помогу правым двигателем, вот я правым разнотягом сейчас ему попробую его закрутить, чтобы он устойчиво. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вот. Давай-давай-давай-давай-давай, пошло дело. Вот. У него, поскольку разнос масс еще большой, фюзеляж длинный, двигатель сзади, его центробежными силами разматывает. И вот у нас плоский штопор. Самолет падает плашмя. Вот так это выглядит. Даю рули нейтрально, убираю газ. Даю рули нейтрально, ничего не происходит. Даю правую ногу, ничего не происходит. Даю левый, даю левый двигатель и ручку от себя. Вот он отошел, вышел с углов. Все. И что мне очень, кстати, нравится, не знаю, как это все можно смоделировать, но очень даже неплохо ведет себя самолет, ведет себя самолет на вот таких непонятных, на косых обтеканиях, когда вот мы плашмя падаем. То есть он ведет себя так, ну, не знаю, очень похоже на настоящий. Правда, никогда не летал на F-14, но... The sync rate is too high, нам говорит джентльмен сзади. Говорят, ну, мы же тут не просто так сидим, мы же, типа, учились, да? Вот. Поехали такой, сделаем какой-нибудь маневр, петелечку такой, здесь люди, надо, чтобы они вводят. Если плавно вводим в маневр, то есть перегрузку мы не тянем, мы просто размазываем, используем, по сути, форсажи для того, чтобы вот здесь ее поднабрать в верхней точке немножко высоты и потом вот ее сливаем, да? То есть даже прибрали режим, поскольку у нас вектор тяги все равно неуправляемый, нам особо это не сильно помогает. Вот. Ну, как-то так. Вот. И, опять же, мне очень нравятся вот эти современные мощные самолеты, которых перегрузкой тяжел... которые раньше тебя перед перегрузкой летчика задавят, нежели летчик их, да? То есть если его... Единственное, как на нем можно усидеть на больших углах атаки, это вот погасить скорость и дать форсажи... Любой другой поршневой самолет, он просто, ну, не может вытянуть, потому что нет у него такой тяги адской двигателя, да? Здесь же можно это сделать, дать форсажи, и у нас вот перегрузка, ну, порядка... порядка трех... Сейчас будет, да? Порядка трех... Я немножко разогнался, ладно. Сейчас мы подойдем к полосе, у нас уже зрители там. И, кстати говоря, вот сейчас для удержания самолета я использовал руль направления, потому что... Ну, рука дергается, конечно, полиуроном автоматически, но силой воли ее заставляешь останавливаться, да? Потому что вот заранее сейчас ввалим форсажи, пока они разгорятся, и вот потянем на углы. Ну, так, чтобы скорость была меньше двухсот. И когда больше... Вот так. Вот немножко отвлекся. Ну, ладно. Хотел показать класс, я тут до этого пробовал, у меня получалось. Ну, в общем, ладно. И это надо учиться. Это не просто так. Вот. Кстати говоря, вот форсажи и вот тяну... Тяну где-то 25, наверное, юницев надо держать, тогда ему хватает тяги не зарыться совсем. Вот, рулем направления выдерживаем. Сколько мы стоплю-то? Ого! В форсажах там просто открывается кран на высох. Кстати говоря, здесь можно сливать топ. Так вот, самое интересное же нам еще надо выполнять посадки. В отличие от всех этих скоростных аэропланов, которые гоняют как бешеные, ну, скажем, F-18, да? То есть у него рекомендуется 8, ну, на заходе 8 градусов углы атаки держать. И... Ну, в общем, так выполняется весь заход. И он... Двигатель очень мощный, но спулапится очень долго. Ну, то есть раскручивается очень долго, и поэтому можно проморгать все эти моменты. О! Так, начинаем. Начинаем разговаривать о посадке. Во-первых, это самолет, который летает на посадке медленно. То есть... Ну, у нас здесь нету расчетных скоростей. Конечно, скорость на заходе и посадочная скорость зависят от нашего веса. То есть в гражданской авиации есть таблицы, по которым ты смотришь, ну, или FMS для тебя показывает, да? Касаемо твоего посадочного расчетного веса, она тебе предлагает, какие у тебя будут скорости на заходе, V-Ref, да? И скорости ухода. Вот. Здесь в военной авиации, мне кажется, чтобы не забивать эту голову, и коленные планшеты, которые и так на них вечно нет места, значит, что здесь делается? Здесь летает по углам атаки, это самое правильное, потому что в... ну, всегда... Ну, кстати, в гражданской авиации тоже есть такой, рядом со спид-тейпом, такой кружочек, Green Donut такой его называют, зелененький пончик, да? Такой кружочек, который, в принципе, показывает V-Ref даже без расчета, по сути, определенную скорость оптимальную. Значит, здесь у нас вот есть такой индикатор. Так вот, значит, выпускаем шасси, колеса, значит, и вот мы выпускаем, значит, закрылки. Кстати говоря, при выпуске закрылков автоматически меняется положение руля высоты, рулей высоты, по сути, триммируется, да? Если выпускать закрылки очень-очень быстро, то скорость триммирования, автотриммирования, она не срабатывает. Я вот вижу, что у меня так потрясывается все на полностью выпущенных закрылках. Вот так с внешнего вида выглядит красивый аэроплан. Не могу лететь и внешним видом и сразу управлять. Вот. Значит, и здесь у нас вот вот это вот является показателем определенных фугов атаки, а также вот AUA, которая 14,5 для нас оптимальна, да? Что мы можем для того, чтобы вот это колесико, которым, помните, я управлял на ручке, не смогу вам сейчас показать, надо чуть пораньше еще один сделаем заход. Значит, сейчас я его стабилизирую. Сейчас у нас такой заход нестабилизированный и вот немножко поддержу. Ну, кстати, очень прикольно летать на самолете. У него похожие скорости, ну, я не знаю, к таким небольшим, да? Вот мы сейчас идем на определенных, на оптимальных углах атаки и скоростью у нас всего 120 узлов. Правда, мы уже все топливо почти потратим, но у нас есть еще немножко. Вот. Это радиостомер сработал, я его там открутил на 100 футов. и притираем вот так вот и притормаживаем. У нас сейчас спойлеры отработались, АБС отработал. О, посмотрите на это, как крыло трясется. Кстати говоря, надо будет посмотреть в полете на перегрузке. Вот-вот-вот точно. Сейчас мы выполним взлет еще один. Так, поставим положение во взлетное. Спидбрейками не пользовались. Закрылки поставим во взлетное положение и поедем. Сейчас взлетим на форсажах. Да, нет, ну ладно, хорошо, на форсажах. Посмотрел просто на остаток топлива, он у нас не очень хороший, да? Выполним еще один такой вот заходик. Сейчас я сразу буду тянуть на себя примерно от 100 узлов. И закрылки сразу на уборку. И вот самолет практически вертикальный. Кстати, на вертикали вверх мы можем сложить крылья, потому что это снизит нам сопротивление, а подъемная сила, она, в принципе, нам на вертикали вверх не нужна. То есть, много, много интересных моментов, которые, в которые можно поиграть с этим самолетом. И это мне очень-очень нравится. Значит, вот, то, о чем я хотел рассказать. Мы сейчас выпустим, то есть, я, например, вот этим колесиком, да, ручкой управления двигателем управляю боевыми закрылками. сейчас они сами отклонились, потому что мы на углах. А сейчас они раз и сложатся, да, сложатся, сложатся, да. А я их могу принудительно складывать и раскладывать. Значит, когда я могу перевести самолет, допустим, я сбалансировал на снижение, сейчас выпущу шасси, закрылки и переведу его на снижение, да, допустим, но я нахожусь высоко и мне бы хотелось как-то подслить высоту. Вот сейчас я на внешнем виде это покажу. Значит, рядом с этим колесиком есть одна кнопочка, которую я нажимаю и активирую Direct Lift Control, да, вот я ее нажал, бам, и у меня сработали спидбрейки, спойлеры, внутренняя часть немножко отклонилась, да, значит, если я хочу их сложить, то есть хочу полететь быстрее, я, а колесико на себя, они сложились. По сути, как на вертолете, то есть на себя я вверх, то есть как будто добавил подъемные силы, а теперь в среднее положение, отпустил как бы, да, и теперь от себя, вот, то есть я как бы продавил колесико от себя, это как бы вниз, как на вертолете. Щелкнул на эту кнопочку и Direct Lift Control перестал опять работать, то есть вот так можно сливать высоту. Очень интересно вот это вся, все вот эти системы управления самолетом вкупе с, не знаю, с крылом изменяемой стреловидности, для меня этот самолет делает очень-очень привлекательным. То есть все вот эти системы, как бэкап гидравлика работает и все-все-все прочее. Смотрите, как сейчас мы попробуем чуть разогнаться, смотрите, как крыло отрабатывает. Не видно, да? Почему? Здесь не видно, не слишком близко. Хорошо, из кабины будет видно сейчас я. Вот, допустим, смотрим на законцовку и вот на себя раз она погнулась вверх, раз от себя. Видно прям, как крыло работает в полете. Это очень-очень круто. То есть это не только, не только, мне нравится, как самолет летает, он прям летает, как самолет. Ну, не знаю, у меня ощущение крайне положительное. Может быть, поэтому он как-то в DCS по-другому записывается, потому что летает как-то по-другому. Ну, то есть, наверняка есть причины, кто постоянно в DCS летает, те знают, от чего это может зависеть. Вот. Но мне нравится, как самолет летает, как себя ведет на разных режимах. Очень-очень, очень-очень, очень забавно. Надо будет еще, наверное, сделать видео. на этом может быть следующее, как мы полетаем на авианосец. На авианосец летать очень-очень, тоже прикольно. Здесь есть такой вот рычажочек рядом с, вернее, тумблер, рядом с ручкой управления шасси. Он позволяет опустить переднюю, как бы, амортстойку, стравить, и опустить самолет не, да, как на колени. Вот. И тогда прицепляется катапульта. Ну, очень много всего здесь реализовано. То есть, я смотрел видео англоязычные, например, ребята, которые обслуживали эти самолеты, вот они рассказывают про все эти системы, и они, в принципе, рассказывают так, как это, ну, как бы, это все соответствует тому, как все это сделано в игре. Немножко с перелетиком. Покатились. Ох, извините, пожалуйста, но я не могу устоять, я, пожалуй, еще сейчас звучу. Кстати говоря, кстати говоря, сделаем такое, а-ля конвейер. Я хотел бы вот как раз это показать штуку, как крылом можно пользоваться, например, на вертикали. Сразу берем колеса, чуть-чуть разгонимся в горизонтальном полете. Топливо у нас сразу утекает, вообще, как вода. и потихонечку на себя. 4-5 перегрузочек нам больше не надо, мы уже не сильные такие. Мы как коты Петрович, мы слабые, мы не настоящие, не настоящие летчики. Так, 90 примерно, да, вот так, чуть-чуть от себя будем поддерживать. А, кстати, вот, и складываем крыло. Нам же сейчас это ни для чего не нужно, то есть, крыло нам не создает подъемную силу. Подъемная сила нам не нужна, мы летим на вертикали. То есть, сложив крыло, мы, что сделали? Мы, и теперь в автомат прибираем режим, на себя создали. И вот, вот эти вот режимы, которые на других самолетах мне не очень нравятся. Вот сейчас мы плашмя, например, начали падать, и вот, ну, поскольку у нас есть какое-то обтекание, давайте я потяну на себя. Вот он, просто опускает нос так как, ну, не знаю, в общем, мне очень похоже к спидбрейке. Очень тяжело этот самолет не разогнать, он все время разгоняется, это прямо, прямо, прямо проблема, да? Так, спидбрейки вышли. 400 узлов. Капец, какая скорость. Ну, на такой высоте, на гражданском самолете, на такой скорости маха, одно просто невозможно. Ну, то есть, как правило, ограничение 330-350 узлов по низам, а тут 500 узлов. 500! Ладно. Ну, хотя, L39-08 маха может у земли спокойно сгонять. В принципе, да. Так, почему-то я думал, что они у меня выпущены. Спидбрейки оказалось. Нет, пятерочка. Нормально, не кряхти. То есть, мы, по сути, вот, на малом газе, на малом газе выполнили такое, три четверти петли. Ну, здесь мы, конечно, его не усадим, просто по той простой причине, что он очень летучий, очень летучий, и прям чувствуется, что самолет инертный. Ой, надо садиться, надо садиться, нету, нету, нету топлива. Будем садиться. Нету топлива, нету гидравлики, нет гидравлики, нет управления. Ой, это очень все плохо, поэтому не хотелось бы катапультироваться, поэтому будем сейчас садиться прямо вот так вот. Прямо вот так вот. А нет, уже нормально идем. Сколько у нас? 500 паундов. На малом газе будем лететь. Спидбрейки, колеса, механизация, все выпущено. Все топливо излетали. 12 тысяч фунтов. Ну, тут расходы, я не представляю, как вообще, как вообще содержать вот эту всю боевую авиацию, это просто можно разориться. Так, колеса выпущены, механизация в порядке. Скорость есть, ну, с перелетом получится, что же делать. Но у нас, так сказать, emergency. Можно было и спойлерами, но я боялся не долететь. У меня еще задача допланировать. Сколько? 500 фунтов осталось. Все в порядке, все в порядке, мы хорошим, и у нас everything is under control. Еще немножко поддерживаем сейчас. Ну, покатились. Да, он такой высокий, как Су-27, надо привыкать к высоте выравнивания, выдерживания. Все, мы на земле, и у нас осталось 500 фунтов, это, ну, 240 килограмм. Не так, чтобы много, то есть, прям, как говорится, тютелька в тютелька. Вот, вот что это, вот что это значит, да? Давайте откроем. Да, кстати, очень интересно, очень интересно, если мы сейчас заглушим, выключим дисплей, да? То есть, вся авионика, у него нет батарейки, то есть, вот я сейчас выключил двигатель, поскольку еще гидравлика есть, давление вот в гидравлических системах есть, двигатели еще немножко крутятся, у меня работают лампочки, но если я emergency generator, который работает от гидравлики, шпукну, то все, электричество пропало, ну, а когда двигатели бы остановились, и через некоторое время бы пропало бы, и пропало бы электричество от всех лампочек, то есть, у этого самолета нет батарейки как таковой, то есть, требуется подсоединение аэродромного питания, и нету APU, да, или вспомогательной силовой установки, либо турбо стартера, как хотите называть, ничего этого нет, то есть, необходимый источник внешнего давления, 45 PSI, в гражданской авиации чаще всего 55 PSI, вот, 45 PSI, для того, чтобы запустить air starter, у него, да, запустить один из двигателей, потом можно кроссблидом запустить второй, вот, ну, обошлось, топливо израсходовали просто все, я наслаждался этим самолетом, не знаю, кому-то это было интересно или нет, но мои впечатления от этого самолета крайне положительные, это вот, скорее всего, тот самолет, который прям в DCS надо брать смело, а потом уже брать все остальные, а не так, как я, купить все остальные, и не купить F14 до последнего, все, спасибо, что были сегодня со мной, пока.